Всем привет, друзья! С вами НС, а это полная контрамарфу. Я решил немного изменить формат и сократить длительность выпуска, дабы дать вам рекомендации только по самым эффективным приемам против героев. Так вам будет гораздо проще запомнить информацию и в итоге взять верного персонажа. Поехали! Главное, что нужно помнить в игре против морфа, это то, что он очень не любит две вещи. Первое — это саленсы, второе — это аппарейшн. Вообще морф — это вода. А как можно законтрить воду? Ее можно заморозить и разбить. Поэтому главный и самый эффективный контроль морфу является ледяной до мозга костей аппарейшн. Его ультимейт запрещает любые манипуляции со здоровьем. Попросту он запрещает всем героям, за редкими исключениями, восстанавливать себе жизнь и перекачка морфа входит в этот список. Вам не нужно придумывать велосипед или как-то изгаляться. Просто киньте морфу в лицо свой ультимейт и он не сможет перекачиваться. Учитывая, что морф часто бегает с очень маленьким количеством здоровья, будучи полностью перекачанным в ловкость, ультимейт аппарейшн работает более чем круто. Ну что ж, а на этом у меня все. С вами был NS. Пока! Ну ладно, это я шутил. Так, аппарейшн действительно крут против морфа, но еще есть саленсы. Саленс не дает морфу перекачиваться и не позволяет ему воспользоваться ультимейтом. Морф не торопится с покупкой БКБ или манты. Как правило, это третий, а то и четвертый слот в его инвентаре. Поэтому любые саленсы будут крайне эффективны против морфа. В первую очередь я рекомендую вам Дизраптора. Потому что кроме саленсы он еще имеет глимс, который может вернуть морфа после волны, что часто бывает очень полезно. Другие хорошие герои, обладающие саленсом и полезные против морфа, это Скаймаг, Деспрофит, Саленсер, Рикки, Йор Спирит и Найт Сталкер. Хотел бы обратить ваше внимание на Скаймага. Кроме саленса, его эншен сил увеличивает входящий магический урон. То есть зафокусить морфа, который не имеет возможности перекачиваться, становится особенно просто. Еще можете присмотреться к Найт Сталкеру и Йор Спириту. Оба героя сейчас совсем не в моде, но у обоих саленсы очень хорошие, и морфу против этих персонажей в игре будет не сладко. Саленсера лучше брать пригреб тимплея, потому что вам будет крайне желательно убивать морфа при каждом использовании глобала. В обычном пабе люди могут этой идеи не понять. Кроме вышеназванных персонажей, настоящую головную боль морфу могут создавать Шадоу Демон, Дум, Зевс и Элдер Тайтон. Шадоу Демон хорош за счет иллюзий из Дезрапшена, которые являются крайне сильным оружием и разбивают лицо как самому морфу, так и его союзникам. Дум, соответственно, полезен своим ультом, который морфу вообще ничего делать не дает. Однако все же Дум не самый лучший герой, потому что морф точно купит линку против Дума, и дать хороший Дум далеко не всегда получится. Смир! Зевс, про которого все забыли, очень хорош против морфа за счет огромного количества магического урона. И Зевс одинаково хорош как против полностью перекачанного в ловкость морфа, так и против очень толстого силового морфа. Если морф полностью перекачан в ловкость, то он просто-напросто может не пережить проказ Зевса за время какого-то Саленца, а особенно за время Саленца Скаймага. Если же морф перекачан в силу, то скиллы Зевса начинают отнимать у него просто-таки огромное количество здоровья. Напоминаю, пассивка Зевса отнимает здоровье в процентах. Элдер Тайтан крут исключительно за счет своей пассивки, которая урезает базовую броню до нуля. Морф всегда имеет очень много брони за счет ловкости, и Элдер Тайтан полностью лишает морфа этого преимущества. В основном против морфа хорошо работают саппорт героя. Большая часть из тех, кого я перечислил только что, и есть саппорты. Но выбор кэри — это тоже очень важно. Я бы порекомендовал вам следующих персонажей на кор-позиции. И эти пять персонажей на кор-позиции мне против морфа нравятся больше других. Естественно, выбор какого-то конкретного из этих героев зависит от остальных пиков, которые имеете вы и ваши противники. Итак, помните главное — лучший герой против морфа — Опарэйшн. Не забывайте также, что Сайленцы никогда лишними не будут. Если в команде есть хороший физический урон, то Элдер Тайтан, который срежет всю броню морфу — это отличный выбор. Шадоу Демон также будет всегда хорош, хотя бы потому, что взяв Шадоу Демона, вы не дадите противнику комбинацию Шадоу Демон и Морф, которая очень сильна. Морф боится быстрого и массивного урона, поэтому такие герои, как Зевс, ОД и Хаус Найт — это очень хороший выбор. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. Надеюсь, что видео было интересно и поможет вам в играх. А если так, то ставьте, пожалуйста, видео лайки и подписывайтесь на канал. С вами был НС, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!